Эвакуация налоговой службы в краевой столице. Один из посетителей заявил, что у него находится взрывное устройство. В Барнауле сегодня эвакуировали людей из здания налоговой службы. Один из посетителей заявил, что принес с собой взрывное устройство. Сообщение о минировании поступило около 13 часов дня. Сотрудники и посетители налоговой вышли на улицу, пока правоохранители проверяли безопасность учреждения и прилегающей территории. Как позже выяснилось, тревога была ложной. Находясь в конфликтной ситуации, один из посетителей сообщил о том, что у него находится бомба. На деле никакого взрывного устройства у него не оказалось. Полицейские уже установили личность хулигана. По сообщениям ВД России по Алтайскому краю, злоумышленником стал ранее судимый 48-летний Барнаулец. Сейчас проводится проверка произошедшего. Непогода брушилась на Алтайский край и соседние регионы. Крупный град выпал в Новосибирске. Такой же град размером с перепелиное яйцо запечатлели и жители нескольких сел Крутихинского района. А это уже кадры из Тольменского района, на которых местные жители сняли торнадо. На видео из облака тянется воронка. О последствиях необычного природного явления не сообщается. Долгое разбирательство по делу о смертельной драке на Старом базаре подошло к концу. Суд вынес приговор второму участнику разборки Дмитрию Лопатину. Какое наказание запрашивала сторона потерпевшего и оправдались ли их ожидания, передаю слово Данилу Кузнецову. Спустя три года судебных тяжб история со смертельной дракой на Старом базаре подошла к логичному завершению. Напомню, в конце июля 2020 года между компаниями Лопатина, Старцева и Рохлова началась драка, в результате которой погиб Павел Рохлов. Роковой удар нанес Михаил Старцев. За это он получил 6 лет строгого режима. Сторона Старцева подала ответный иск за избиение на Дмитрия Лопатина. Судебное дело по нему завершилось сегодня. Изначально прокурор предложил для Лопатина 2,5 года в колонии-поселении. Сторона Старцева придерживалась мнения о общем режиме. Ну а судья вынесла приговор 2 года условного осуждения. Я считаю, что справедливый приговор, но в плане наказания, учитывая личность и характер поведения Лопатина, можно было дать лишение свободы реального срока. Также суд освободил его от денежных взысканий. Однако теперь Лопатину предстоит отмечаться у участкового. Подобное наказание можно считать мягким, учитывая, что максимальный срок по статье об умышленном причинении вреда средней тяжести до 5 лет лишения свободы. По словам адвоката Старцева, это подсказуемая мера. Да, учитывая то, что ранее Лопатин не судимый, но однако его поведение, в том числе имевшее освещение в средствах массовой информации некоторое время назад, полагаем, что приговор не соответствует характеристике личности Лопатина. Адвокат Старцева пока не знает, будут ли они подавать апелляцию. Сторона Дмитрия Лопатина от комментариев отказалась. Однако, как нам стало известно, защита все же хочет обжаловать решение суда. На последнем слове Дмитрий Лопатин сказал, что не считает себя зачинщиком той драки. Однако, общественность и сторона Старцева уверены, именно его навязчивость погубила несколько судеб. Данил Кузнецов, День с толком. 6 миллиардов 300 миллионов рублей – конечная стоимость строительства нового аэропорта в Барнауле. Такова информация в системе ЕИС-закупки. При этом итоговая сумма на 200 миллионов рублей меньше изначально заявленной. Также определена компания, которая займется возведением нового терминала. Ее название пока не раскрывается. Так что эта организация вполне может находиться не в Алтайском крае. Известно, что победителем стал единственный допущенный участник торгов из двух возможных кандидатов. В Барнауле отремонтировали еще две улицы в рамках национального проекта безопасной и качественной дороги. Это участок улицы 1905 года от Советской до Профинтерна и улица Водозаборная. Насколько хорошо дорожники выполнили работы, проверили глава Октябрьского района, руководители профильного комитета Барнаула и депутат городской думы. Подробности в сюжете. В Октябрьском районе по нацпроекту в этом году отремонтировали всего одну дорогу, как раз улицу 1905 года. И хотя новый участок совсем небольшой, 400 метров для района – это очень важный объект. Здесь два социальных объекта. Это объект здравоохранения краевого значения. Он достаточно большой, с большим количеством посетителей. И, конечно, это 40-я гимназия. На участке не только обновили дорожное покрытие, но и благоустроили тротуары, сделали парковки, лежачие полицейские, установили дорожные знаки. Всего за пять лет по нацпроекту в районе отремонтировали более 40 дорог на сумму около миллиарда рублей. Дороги становятся все комфортнее, отмечает Любовь Ананина, депутат городской думы от Октябрьского района. Очень важно, чтобы такие дороги везде были в городе Барнауле. И депутатский корпус будет стараться и дальше развивать этот вид деятельности, заботиться о том, чтобы финансирование было на этой дороге. Кстати, в городе по нацпроекту в этом сезоне запланировано отремонтировать 12 дорожных объектов. Сделано уже пять. В том числе по улице Водозаборной в поселке Плодопитомник. Также, то есть дорога значима, в первую очередь, потому что там вообще не было асфальтобетонного покрытия. И мы в рамках ремонта, в рамках нацпроекта сделали усовершенствованное асфальтобетонное покрытие. Установили также дорожные знаки, нанесли дорожную разметку, установили бортовой камень. Ремонтные работы продолжаются еще на семи объектах. Валерий Ведяшкин напомнил, что за последние шесть лет в краевой столице по нацпроекту сделано более 190 дорожных объектов. Потрачено порядка шести миллиардов рублей. Татьяна Голубева, День с толком. Более 12 миллиардов рублей в Барнауле направили на сферу образования, на решение актуальных проблем. А именно, привлечение новых кадров и введение новых штатных должностей. Эти и другие темы накануне обсудили на заседании Совета директоров барнаульских школ. В нем принял участие глава города Вячеслав Франк и представители профильных комитетов. Подробнее расскажет Юлия Щепина. Обсудить начало нового учебного года и важные вопросы в сфере образования. Глава Барнаула Вячеслав Франк собрал на заседание руководителей специалистов комитета по образованию и директоров школ на базе лицея номер 3. На обсуждении подчеркнули важность управления воспитательной деятельностью в школе. Так, в прошлом учебном году в школах города появилась должность советника директора по воспитанию. Да и штат в системе образования расширяется. И, конечно, не менее важно идти в ногу со временем. Детям должно быть комфортно в школьном пространстве. На развитие системы образования в этом году выделили более 12 миллиардов рублей. В этом году мы три школы представили по программе модернизации школьных систем образования. На эти цели было выделено 239 миллионов рублей. Хочу сказать, что в прошлом году мы впервые участвовали в данной программе. Более 400 миллионов было выделено на 7 школ. То есть сегодня мы имеем 10 школ полностью отремонтированных. В этом году откапиталили лицей номер 3 школу 48 и здание начальной школы Барнаульского кадетского корпуса. Кстати, перед началом заседания Вячеслав Франк осмотрел здание лицея. Все, вот они в руки, надо, чтобы они там хранятся, заряжаются и мобильно перемещаются по кабинету. Школа преобразилась от соколя до кровли. Заменили систему отопления, коммуникации, отремонтировали все кабинеты и закупили новое оборудование на 12 миллионов рублей. Кстати, в лицей, в общем, вложили более 70 миллионов. Программа данная действует до 26 года. То есть на следующий год мы подали заявку на три школы на сумму порядка 300 миллионов рублей. И на сегодняшний день разрабатывается проектно-сметная документация еще для семи школ. Тем не менее, самым актуальным остается строительство новых школ и создание дополнительных школьных мест. В этом году таковых создано около 870. Добавим, всего в этом году свои двери для учеников открыли 88 школ Барнаула. Юлия Щепина, День с толком. Сдержал обещания и остался в Барнауле. Волонтер Марат Сиберзянов из Казани и его приятель в прошлом году преодолели 3000 километров, чтобы привлечь внимание к болезни маленькой жительницы Барнаула Маруси Яценко. Сегодня Марат живет в Барнауле и продолжает бороться за жизнь, по сути, чужого ребенка, которому незамедлительно требуется дорогостоящий препарат. Прошел год с нашего похода, как мы пришли в Барнаул, и до сих пор я нахожусь в Барнауле. Чуть больше года назад мужчины без определенного места жительства из Казани Рушан и Марат пешком преодолели 3000 километров ради спасения Маруси Яценко. В пути активисты рассказывали о маленькой жительнице краевой столицы. Врачи диагностировали у ребенка редкое заболевание – спинальная мышечная атрофия. Волонтеры собирали средства на самое дорогое лекарство в мире – Золгин СМА. Поступок волонтеров привлек внимание всей страны, за что они удостоились почетного звания у себя на родине в Казани. Когда дошли, мы пробыли здесь до декабря месяца. В декабре мы решили вернуться на новогодние праздники к родным, близким. Также у нас было вручение премии медали «Герой нашего времени». И после этого Рушан остался, а после новогодних праздников я вернулся обратно. Символично, но именно сюжет нашего телеканала. Поступки Рушана и Марата победил в федеральном конкурсе в августе этого года. Кстати, конкурсы разные, но номинации там и там называется «Герой нашего времени». Ты помощница? Да. Поливайся. Уже сегодня сбор средств на лечение малышки мог быть почти закрыт. Но сумма из-за курса доллара увеличилась. Со 120 до 157 миллионов рублей. Требуется еще 70. Сейчас Маруся получает спинразу. Это пожизненный препарат. Каждые 4 месяца методом лимбальной пункции вводится позвоночник укол. Но мы пытаемся получить препарат «Золгансма». Это один укол внутривенно. И он предоставляет копию сломанного гена в организм. Организм начинает работать так, как должно быть заложено от природы. Я устраняю поломку. Вот это наше генетическое. Ребенок растет, набирает вес. И время все становится меньше и меньше. Марат, другие волонтеры, родители Маруси не опускают руки. Но времени не так много. Укол нужно поставить до того, как вес малышки превысит 21 килограмм. Сейчас девочка весит 17 килограммов. Времени мало. Оказать помощь может любой из нас. Реквизиты на ваших экранах. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. И к новостям спорта. На главном стадионе Алексея Смертина состоялось открытие Всероссийского фестиваля дворового футбола 6х6. В Барнау приехали более 400 участников со всех уголков страны. Дети 13 и 14 лет будут три дня выяснять отношения на футбольном поле. Юных футболистов поприветствовали легенды спорта. Обо всем расскажет Дмитрий Дроздов. Нет, это не рок-фестиваль или байкер-шоу. Это часть церемонии открытия пятого Всероссийского фестиваля дворового футбола 6х6. В столицу края приехали юные футболисты из 30 регионов России. От Мурманской области до Крыма. Юноша и девочки 13 и 14 лет готовы показать все, что они умеют в футболе. А новый газон на стадионе, по словам экс-капитана сборной России Алексея Смертина, должен порадовать юных спортсменов. Благодаря губернатору Алтайского края, на самом деле, и первая игра, которая состоялась, она увенчалась победой. Это хороший тоже признак. Спасибо. Стоит отметить, что это финальная часть футбольного фестиваля. В муниципальных этапах по всей России в играх приняли участие более 36 тысяч команд. Теперь лучшие из лучших здесь, на Алтайской земле. Наш регион будут представлять две команды. Парни из Заринского факела и девочки футбольного клуба «Юность» из города Бицк. Я думаю, эти четыре дня большого футбола у нас в Алтайском крае будут для вас запоминающимися. Мы будем гостеприимными хозяевами и все сделаем для того, чтобы нынешние соревнования и вообще время, проведенное здесь, в Барнауле, в Алтайском крае, вам запомнилось действительно на многие-многие годы. Да, наши традиции – это действительно передача огня от поколения к поколению, а не поклонение пеплу. Президент Всероссийской Федерации Школьного Спорта, знаменитая фигуристка Ирина Роднина отметила, что проведение фестиваля стало доброй традицией, которая привлекает все больше участников. А участие в таких турнирах способствует популяризации спорта среди подрастающего поколения. Я думаю, что главное наше достижение – это не только футбол. Главное то, что вы вместе, главное то, что вы растете здоровыми, амбициозными. Ваши результаты – это не только ваши личные победы, это победы нашей страны. Первые игры стартовали уже сегодня и продолжатся до 8 сентября. Всех любителей футбола ждут на стадионе Алексея Смертина и в Манеже «Темп». Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Таковы итоги этого дня. Подробнее о погоде узнаем через несколько секунд. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». Напоминаю, что вы можете обращаться к нам в редакцию, рассказывать о том, что вас волнует. Телефон редакции 205-545. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова